Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Мы продолжаем рассматривать Пифагора, его наследие богатое, неисчерпаемое наследие Пифагора, и применяем мы его уже на протяжении многих лекций кадровой политики. Как инструмент мы пытаемся с помощью вот этого инструмента, феноменология Пифагора, здесь у нас есть плейлист по этому вопросу, феноменология Пифагора, так и называется. С помощью этого вот метода, то есть с помощью этой методологии, феноменологии, мы пытаемся разобрать правду, выяснить правду, истину, где она находится, и определить вектора вот эти политики руководства и кадровой политики, как расставляются кадры на местах. В частности, вот в этом году, начиная примерно с февраля месяца и до октября месяца, были регулярные смены губернаторов субъектов Российской Федерации, то есть губернаторов разных областей, автономных округов, республик автономных и так далее. И очень много поменяли. И мы вот должны рассмотреть, с помощью нашего дорогого Пифагора, куда направлены векторы кадровой политики, если тут революционное что-то, или мы просто меняем шило на мыло, то есть одно на другое меняем, как говорится, мыло на мыло, или шило на шило. Но ничего не предпринимаем решительного. Вот это мы должны выяснить сейчас, потому что это все на слуху у нас, смена, вот еще одна мечается, смена губернаторов, и говорится о том, что, ну почему это произошли смены-то? Ну, во-первых, некоторые устарели, больше семидесяти лет им стало, так бы они еще сидели, потому что это места-то хлебные. А вторую причину, но на эту причину мало кто обращает вверху внимание, это колоссальное недовольство народа губернаторами. Это показывает опросы общественного мнения, звонки на радио, вот комсомольская правда, и другие каналы телевизионные, которые проводят эти опросы. То есть массовое недовольство на местах действиями губернаторов. Губернаторов стало недоступно, то есть к ним туда надо записывать что-то не за месяц на прием, и многие другие они нарушения производят, землями торгуют там незаконно, воруют откровенно. Сейчас многие попали в КПЗ, под следствием находятся губернаторы. Ну вот мы и пытаемся выяснить сейчас, действительно вот результат какой-то даст эти новые назначения или нет. Какой принцип вообще вот этой кадровой политики, есть какой-нибудь принципы, какие должны быть люди могут это выяснить. Кадровая политика Кремля накануне выборов 2018 года. Вот я даже такую тетрадочку завел, небольшую, как мы тогда про администрацию смотрели и про правительство, но поняли, что ничего там хорошего нету в кадровом отношении. Сидят люди там случайные, которые не соответствуют по своей психоматрице, они не соответствуют занимаемой должности. Ну а они удобны для того, чтобы поддерживать вот эту коротцовную схему, на которой живет собственно правительство. Начиная с 1991 года незаконно, вопреки мнению референдума, причина вот всех неудач, которых постигли сейчас, постигают и презрение по отношению к Путину, к Медведеву. А почему это презрение идет, оно и снизу, и с рубежа, и со всех стран. Почему они стали изгоями, вот эти люди, лубянские выдвиженцы кадров. Фактически это все кадры губернатора, и правительство, и администрация президента. Это все агенты лубянки, они же там же кадровые сотрудники были, где-то давали подписку, где-то являются офицерами этих спецслужб, где-то силовиками, редко они военные были, там какие-то генералы, были генералы, но они какую-то, они начали правду искать, эти рухлиных этих постреляли, потому что они начали правдуискательством заниматься. Ну и были такие тоже разные прокуроры, там диссиденты всякие, которые были не связаны, или связаны были, но не с тем составом лубянки, который пришел к власти при Горбачеве, при Андропове фактически, при Андропове, потому что Горбачев это андроповский выдвиженец, Андропов и вот это у Горобыки. Таким образом, вот эта политика, она значит уперлась в недовольство со стороны низов, раз, неэффективность показала свою, оно и для верхов, то есть оно, все эти округа, все эти республики, все они дотационные, то есть валят туда, печатают деньги и направляют туда этими вагонами эти деньги в Чечню и в другие области. Из 85, что ли, субъектов федерации, там являются дотационными чуть ли не 70, а то и больше этих субъектов федерации, то есть на местах губернатора, они работают неэффективно. Чем они заниматься должны, в принципе, губернатор, они должны обеспечить вот экономический подъем этих областей, правильно? Плюс, кроме этого, они должны социальные вопросы решать, инфраструктуру поддерживать, трафик и так далее, и так далее, обеспечивать нужное население. Ну и в-третьих, конечно, собирать вот эти вместе с налогом, обеспечивать эффективную работу налогу служб и предотвращать преступления в этой области, то есть обеспечивать наверху туда необходимую норму дохода, которая уменьшена по сравнению с советскими временами, фактически. Сейчас смесь требует гораздо меньше, чем требовали при советской власти посылать наверху. Хотя налоги, в общем-то, сильно возросли. Но вот неэффективно использование налогов на местах, они все то, что прибыль, которую Москва оставляет на местах, они все разворовывают наверху, сами чиновники. Они живут уже, ну, сказать, царь Соломон, это какой-то вокзальный нищий по сравнению с того, как живут губернаторы, как живет Медведев, как живут даже и президенты. То есть, какими возможностями они располагают, это Соломон, это какой-то, в общем, вокзальный при лавре, какой-то нищий стоящий. Можно его так рассматривать. Потому что все исчезает, как при войне Калите, вагонами все везут. Кто в Орду, кто в Литву. Вот. То есть Калита вот стоит, чтобы удержать свою власть, все богатства страны направляются и на запад, и на восток. Туда. Потому что нету, конечно... Почему это все происходит? Потому что пренебрегли результатами референдума в 1991 году. Был референдум. Сохранить СССР или забрать его на куски, на части, на 16 частей его распилить. Значит, Беловежское соглашение они предусматривали распилить. Но это было вопреки мнению народа. А как в опере-то Борис Годунов поется? Это воля народа. Как поется у Годунов-то? Это воля народа, что я пришел к власти. А тут наоборот, вопреки воле народа, вот эти ребята, они пришли на местах власти и в центре тоже. Кстати говоря, ни один закон СССР, он не отменен юридически. И захват власти, вот расстрел Белого дома, он как раз и явился той отправной точкой, которая поставила... Это фактически расстрел народа был. Расстрел воли народа. Ельцином сделал. Ну, он сам за это, конечно, пострадал своим здоровьем и многими другими вещами пострадал. Но на этом не остановились. Они эту политику, либератство они начали продолжать. И связь с Западом пытались скрепить. Но они нарвались на ту же схему, на которую напоролся Каддафи. Эти схемы-то та же самая. То есть Каддафи тоже туда деньги валил, чтобы удержать власть. Он на Запад там самолет какой-то сбил, он там заплатил, это туда заплатил на выборы этому французскому-то этому, Венгруту, который мелкий такой бегает. Дал на выборы ему миллионы долларов, большие миллионы. Как сейчас вот дали на выборы этому Трампу, это же миллиарды, триллионы долларов дали, чтобы его привести к власти. Не зря же пил шампанское товарищ Жириновский. То есть это была победа, как бы победа, да? Так же и Каддафи считал, что вот он же валил там деньги, значит, что его никто не трудит. Оказался он, как приехал, так же к нему вот этот вот французский бывший президент, забыл его фамилию, это Венгра. Интересная фамилия. Ну, не в это суддела. То есть он давал ему черную метку. Недавно он тоже приезжал в Кремль, дал черную метку нашему Владимиру Владимировичу Дорогому, всеми уважаемому. Вот тоже черную метку. Запад высказал за свое фе, потому что ты вот не выполняешь что-то, то еще пригласил нам за Крым атомным оружием. Вот так. И на Украине пытаясь там это запретить то, что вы уже сами подписали в Беловежском соглашении. Вы же были в Беловеже, подписали Украину в свободу, да? Бери сколько хочешь, как Ельцин сказал. Ну, вы же сами из Ельцинского гнезда-то, Владимир Владимирович. Это все Ельцинский, у вас команда еще продолжается. Хотя вы питерских привлекли, и кооператив этот озер, и все привлекли. Кадровую политику свою ведете, исходя из местечковых интересов. Но Западу это неинтересно совершенно, такая политика. То есть его не устраивает. Аппетиты Запада все время растут. И как бы повара Владимира Владимировича не пытались там этими миллиардами и Ралдугиной миллиардами заткнуть их бюджетные дыры, и не покупали бы даже вот эти бумаги, процентные бумаги американские. Покупаем мы там макулатуру, вот это фактически макулатуру. Покупаем за нефть, за свою, за нефть, за нефтедоллары вот эту, которые нужны для развития хозяйства. Но Набиулина, она же другому государству принадлежит. Она же, у нее свои планы, у нее отчет перед Мировым международным фондом, вот этим банком мировым. Отчет перед Долл-Стритом, отчет перед Лондонской биржей, банком. Поэтому она совершенно не заинтересована в развитии, она заинтересована в спекуляции. Вот и биткоин сейчас вот этот новый, чтобы, вот биткоин, это цифровое. Как будто раньше мы не насыпали деньги песком. Тоже было цифровое, деньги-то они, вот это, how many, как говорится. Вот, how many money. И это цифровое все, это для спекуляции эти биткоины, это новый виток спекуляции. И вот такая кадровая политика, она где родилась-то? Она родилась из-под Андропова, это его схемы все. При нем были разработаны эти схемы все. И эти планы писались, вот это в ничего, в Лубянском ничего. Я все никак не доберусь, чтобы рассказать вам про эти планы. Это синтетическое мировоззрение, вот это лубянской номенклатуры. Это globalization, как говорится, вот это на основе английской короны. По заказу Мишеси, это вся идеология строилась на Лубянке. Но я про нее не говорю. Вот мы как это все проверяем? Именно практикой, критерием истины здесь является практика. Как мы рассматривали вот эти кадры в администрации, президента. Как мы рассматривали правительство, начиная от Медведева и кончая до последнего там помощника. Только помощников мы, советников не брали, потому что их никто не слушает. Это мелочевка типа Глазева, они просто не пускают, на порог их не пускают, этих Глазевых. Потому что они правду говорят, а им правда не нужна. Им нужен доход, прибыль, бабки. Вот. И критерием истины явились вот эти кадры. Мы видели, что там кадры построены нечеловеческие. Там больше половины рептилоидов в этом правительстве. То есть потомку скрещенных вот с этими инфернальными сущностями, которые Айка уже доказала. Далеко ходить не надо, зарубежный исследователь Айка это уже доказал, что во всем мире это так. А мы здесь показали, что все цари-то были вот эти, Романовы, они же все были рептилоиды тоже. Испокон века вот Рюлечка еще не смотрели, потому что там точная дата рождения неизвестна нам. А те вот цари, которые дата известна, мы их рассмотрели все и убедились, что вот все они были потомками рептилоидов. И также мы доказали, что вот здесь на главных должностях в правительстве и в администрации, на самых важных участках, таких вот как же КХА, допустим, финансы, все стоят рептилоиды с Р-комплексом люди. То есть у них в Москву встроена дополнительная, как говорится, какая-то шишка в мозгу есть внутри, которая отличает их от людей. И это доказано, ну, любыми анализами, эритарингеном, и все. Айк про это говорит здесь. Айк, посмотрите, Дэвид Айк такой исследователь. Он очень прекрасные лекции читает. И кто, ну, там есть переводные лекции, есть, кто знает английский, конечно, там больше лекций. У него есть канал на Ютьюбе у Дэвида Айка. И можно эти лекции, прекрасные лекции посмотреть. Здесь нам с помощью Пифагора удалось выяснить, как определить, определить, кто рептилоид, кто нет. И мы выяснили вот этот Р-признак, что он, оказывается, сидит в матрице Пифагора, психоматрице Пифагора данной личности. Это Р-комплекс, он обусловлен вот наличием энергетики определенного человека и отсутствием цифры здоровья, то есть четверки. Двойки присутствуют, четверки отсутствуют. И еще самый, тоже дополнительный признак третий – это мизантропия. То есть они ненавидят людей. Как таковых людей, они их ненавидят просто людей. И быдло там называют и по-всякому. Вот это вообще или, может, тайно они ненавидят. Так прикинутся они овечками, но внутри они, волки, суть хищные. Никто из них не заботится о благе людей. То есть они не на народ ориентированы, не на результаты референдума, а на собственное благополучие и размножение. Они заняты размножением. Вот именно создать потомство, которое было бы приспособлено, у которого было бы здоровье. Но им пока это не удается, как бы генетика их не работала, у них не работает, все время четверок нет у них потомков. И это основной признак такой. И мы видели, что этот признак, он повторяется. Распространен. Ну вот сейчас мы посмотрим. Может быть вот в 17-м году там кадровые наши ребята, пусть даже на Лубянке, есть же там здоровые силы какие. Может быть они подкорректировали что-нибудь в кадровой политике и начали выдвигать вот таких людей, которые китайцы характеризуют честный человек. Он рожден в год, когда рождаются честные люди. Или добрая старина. Если он консерватор, добрая старина. Под таким китайским девизом идут люди рождения. Многие сейчас регионы сменили. Вот мы посмотрим как. Начнем так же мы по алфавиту, как и правительство мы рассматривали и рассматривали администрацию президента по алфавиту. Вот у нас Адыгея, пожалуйста. Что мы здесь имеем? Кто назначен? Кумпилов. Вот. Ну там не выговоришь. Это МК. Неважно. 73-го года рождения, февраль. 27-го февраля. Вот ему матрица. Видите, это эгоист. Вот он. Скрытый эгоист. Он считает себя выше всех. Видите, энергетика есть тоже. У него здоровье есть, теркомплекса нет. Но зато у него вот этот треугольник из нулей. Вот один из нулей обозначает порядочность или чувство долга. Откуда у него чувство долга-то? Его нет. Логики тоже нет. И связи с Землей нет. А почему? Потому что три семерки есть. Вот эти три семерки говорят о том, что он послан был от темных сил. Как ангел темных сил на время, на короткое время. Если он дольше посидит, он послан для чего? Обычно эти люди посланы сеять хаос в стране. Посеять хаос. Термо его строить. Вот такие же три семерки были у Феликса Дзержинского, кстати говоря. И вот эта вот дельта у него минус 6, это деструктор. То есть определитель вот этого квадрата, вот, 3 на 3. Определитель его равен минус 6. Сумма единиц, вот, сумма цифр, вот, раз, два, там, вот, здесь 5, 7 и так далее, их 13. Можно по струкам посуммировать. Здесь 6, 7, 8 и 5, 13. И тут также будет 6 и 7, 13. Вот у него характеристики. Значит, он учиться не любит, потому что ему легко всё даётся. Он учиться не любит. И у него вот, что ещё характерно? Харизма, конечно, есть. Но почему он прорвался, конечно, в результате вот этой харизмы. И задание определённого есть. И этот не знает даже его руководство это задание. Может быть, он и сам его не знает. На что он подписывался, когда приходил на Землю. Целей у него много. Вот шестёрка, это много целей. Ну, с семьёй у него всё в порядке, потому что у него на этом, на большом плане это размножение. У него пятёрка тут и секс большое внимание уделяется. Четвёрка, ну, у него нормально, привычек много. Но он не революционер. Он не будет возникать там, адыгей отделять от России. Он не будет. Духовность нормальная. То есть он не рептилоид человек, но у него многие нули вот здесь. Плюс он не умеет деньги зарабатывать. То есть этот регион, он будет его доить просто. Чем характерен вот этот вот товарищ, он главный. Он рождён в год быка, и у него главное это семья и работа. Вот он работает, претензий на начальство у него никого нет. И дальше он семью вкладывает всё. Вот такой вот у нас пришёл в адыгею товарищ. Но он подходит туда. Я считаю, что не подходит. Почему? Потому что нет чёсту и долга. То есть те же кадры, которые вот были у нас, сидели в правительстве, у них тоже они без чувства долга все. Особенно в администрации. Там нету. В правительстве ещё больше. С чувством долга. А в администрации нету. Вот в Бурятии назначен. А, ну что здесь вот? У него инфаркты, язва желудка у этого Кумпилова. Ему грозят. Вот. Что здесь ещё? Вот Цеденов назначен. С 1976 года рождения. Куда он назначен-то? В Бурятию. Интересную тоже республику Бурятию. Назначен в сентябре 1917 года. Видите у неё какая матрица-то? Это матрица товарища революционера Мальцева. Но он далеко не революционер, у него привычек много. Восьмёрка. Плюс у него, смотрите, три вот эти шестёрки, которые у нас повторяются и в правительстве, в администрации. Часто повторяются. Это Чубайсовские три шестёрки. Это крайне ненадёжный человек, связанный с подозрительными личностями. Ну, хотя бы данный аналитический ум огромный. То есть он анализ пробудит всё. Ну, вот здесь у него все нулёвки. Он вампир, логики нету, порядочности нету. И семья у него на втором месте. На первом месте у него друзья и шашлыки. Ну, так он договорной стрелочник. То есть, договорится хорошо. И у него дельта равно нулю. То есть он хранитель этих каких-то традиций местных, которые там есть. Вот такой кадр. С точки зрения центра он ничего полезного не принесёт. Является он рождён в год красного угольного дракона. Китайцы определили не всё золото, что блестит. То есть по поверхности он блестит, но это не всё золото. Вот эти вот нулёвки такие же у нас у Мальцева. Я тоже отмечал. Где-то Мальцев рассматривал я. Арест Мальцева. И была такая у нас лекция. Арест Мальцева. Там про него было. Дальше Дагестан. Ну, про Васильева мы недавно говорили. Тот-то деструктор тоже. С 1949 года он уже старичок. Его временно поставили на республику Дагестан. Там вопросы сложные у Васильева, да? И вот эти нулёвки мы говорили, как у Симпсона. У девушки Симпсона. Которая короля Эдуарда VIII на себе женила. А потом и мураган оставляла. Девушку Симпсону. Вот эту девушку Симпсону в Дагестан послали. И у неё тоже деструктивный приведённый. Определитель приведённый деструктивный. Ну, может быть, ему и надо там деструктировать все эти образования, которые там национальные есть. Сумма 13 довольно большая. Но вот у неё тоже мизантропия. Зато людей этих... Чего их там жалеть на месте? Потому что они все бандиты, да? И генералу он может их. Кроме того, он в год быка рождён. Он потопчет всех, если кто ему будет возражать. То есть поставлен он на место хорошо. Целей много. С семьёй он пассивен. И привычек много. Так, по деньгам, нормально, по таланту маловато. Но ничего, самооценка большая. И Матильда его мало волнует. Он человек такой, индифферентный. Ну вот, такой бык. Что для него характерно? Работа тоже семья. Он занимается этим вопросом. Это вот так, что для него это испытание. Он должен там проявлять такие качества, которые, может, повредят его семье. Дальше вот республика Карелия. Тоже здесь назначен Парфенчиков некто. Так-то Алексей Олегович, что ли, он. Вот Парфенчиков. Видите, 64-го года. В ноябре родился. И вот у него сумма-то самая высокая. 15, как у президентов. Но он деструктор тоже. Карелии там он всех инопланетян разбомбит. И вот этот треугольничек из нулёвок, он характерен тоже. Видите, у него нету везения, нету порядочности, нету логики. Стремление феи. Вот он грузчиком где-нибудь, там, это бендюжником, он бы мог работать. Или комментатором. Он лапшу на уши может повесить, у него три девятки. А здесь он самодур будет в Карелии. Там всех выстроит он самодур, этот будет, как Хрущёв. Энергетика у него есть на медика и аналитический ум. Вот медбрат таскать, ребят в больницу доставлять. Это да. Двойка, по-моему, отель там всё нормально. Самооценка очень завышенная. И также вот мизантропия. Мы видим, это частое явление. Многоцелевики и мизантропщики, они назначаются на руководящие посты. Потому что только ненавидя людей, можно выжимать из них, как говорится, сойки последние. Это как раз кадр. Вот они на местах и нужны такие мизантропы. В данном положении, когда ты идёшь против воля народа, против референдума. Республика Мариэл. Тоже назначен здесь вот некто Евстифеев. Александр Алексеевич. Евстифеев А. Вот там посмотрите. Он с 58-го года рождения, тоже уже не молодой. Назначен в апреле, 6 апреля 17-го года. Тоже недавно там. Вот его матрица. Это уже лояльный такой переговорщик. Ну, вампир, он там будет всех вампирить. Аналитически он большой. Вот наследователь, да. Он там следственную работу может провести по коррупции. Хорошо может вскрыть. Если ему помогут. Тоже у него мизантропия, вот этот шовинизм. И пятерка, вот у него, Матильда-то ему. Он любит это, в театр ходить. Пятерка тоже много привычек. Тройка это семья, у него все нормально с семьей. И целей очень много поставлены. Он может семью потоптать ради достижения этих общественных целей. Это он ближних потопчет. У него есть порядочность. Видите, вот редкий человек. Хотя вампир, но он порядочный. Ну, везения, конечно, нет. Вот, да ему оно там нужно, везение. Так, он может временно назначен уже. Нет, он уже назначен окончательно. Он был уже временно. Значит, это отличается тем, что... У него отличается от предыдущих тем, что он желтая земляная собака. По китайскому календарю рожден в год и желтая земляная собака. И характеризует справедливость. Вот, справедливость там при этом будет. То есть, это справедливость. Кадр назначен вроде бы правильно. Если бы, конечно, была везуха какая-нибудь. Ну, с другой стороны, там как следователь, он большой пользу может принести. Это кадр неплохой. Ифтефеев так бы. Можно было бы и я бы поставил его. Так, Бричалов, следующий, Республика Удмурдия, назначен на Удмурдию. 4 апреля тоже назначен, 17-го года. Сам этот Бричалов, он, видите, 73-го в ноябре тоже, видите, ноябрьских много назначают. И вот у него данные какие. Видите, у него уже запредельно 7 единиц. Во-первых, характер слабый, но злобный очень. Здесь фанатизм, шовинизм, сектанство, все такое прочее. Вот здесь девятки в этой заложено. Самооценка огромная. Десятка. Хотя, в общем, логики-то нету, и связи с Землей нету, и по деньгам тоже паразитический образ жизни это ведет. Целей вообще огромное количество. Ну, в семье пассив, привычек не так много. Двойка, одна, четверка, одна. Нет рептилоидного конкурса, но зашкаливает мизантропия. И вот смотрите, дельта нулю, то есть это хранитель каких-то традиций. Будет там голубой водяной бык. Ну, тоже ему не попадайся там. Он растопчет, всех перечит, он всех растопчет. Выносивый физкультурник такой. Он молодой, 73-го года. Ну, вот видите, 7 вот этих единиц. Они говорят, что там ему с этим характером будет тяжело. Там бычить-то это, понты раскидывать, бычьи. Вот человек, который, который, в принципе, пример, приведу пример, как вот я бы ставил кадры. Этот попал человек хорошо. Вот этот УС, УС, АВ. Видите, у него с 50 счетов. Видите, жалко, что он старый уже. Поставлен туда, в РИО. На Красноярский край поставлен. Вот у него матрица. Видите, это генерал. Здоровье хорошее. Есть энергетика. Логика есть. Вот только единственная мотивация. Но он временами все в идеальный порядок может привести. Нету везухи только вот. Но порядочность есть и схватывает он науку хорошо. Ну, мизантропия, да, для начальника, для губернатора, как Салтыков-Щедрин пишет, там эти органчики, они всегда у нас назначались. Двойка по Матильдам, он не ходок, нет, он нормальный. И вот их здесь целей тоже у них много, у этих всех генерал. И у него как раз он конструктор, у него плюс два дельта. Вот этот УС, вот назначение, нет более-менее ничего. И вот следующий. Дальше уже пошли чудеса. Решетников МГ назначен на губернатора Пермского края 6 февраля 17-го года. А сам он с 79-го года. Вот он, Решетников Михаил Геннадьевич. Вот он, могу соврать, но неважно. Вот это у него переговорщик хороший, но у него нету ни энергетики, ни здоровья. Вказал, что у него безотерапия хорошая. У него шестерка. Дальше. Тоже целей много. С семьей пассив, много привычек. И может он гульнуть налево семьи. Деструктор. Хотя сумма высокая. Вот он, овца, коза. Я говорю, почему чудеса в кадровой политике. Потому что назначают вот таких людей, которые родились в год козы. А козлов нельзя назначать на первые роли. То есть они, в принципе, не предназначены для первых ролей. Они нытики. И там будут просто они, ну, над ними будут издеваться там. Может быть, он и его назначен, не знаю. Но на первые роли он не годится никогда. Ну, там у него позвоночник, опородвигательный аппарат. Это будет позже, когда он там. Надают ему похлебтение, как следует, козлу этому. Ну, а с этой должности его будет тяжело скинуть. Они очень цепкие, эти козлы. Если к тёплому месту там прервутся и будут им заносить, то он долго будет сидеть. На хлебное место их сразу будут преподносить. Вот эту траву-то сладкую на тарелочке. Ну, всё нормально будет. Ну, то есть вот эта вот кадровая политика говорит, что у нас она не изменилась. То есть у нас на это они не обращаются совершенно. Кто козёл, кто бык, кто лошадь там. Это, ну, я тоже не обращаю. Но обращать надо хотя бы на матрицу Пифагора. Она же видно, что нет энергетики и нет здоровья. И мизантропия. Вот. Следующий Тарасенко. И он назначен губернатор Приморского края. Рождён он в 1963 году. Тоже уже так он пожилой человек-то. 9-8 в августе. Губернатор Приморского края. Это большой край Приморский. Ответственно. И смотрите, кого назначили. Чудо какое. Смотрите, нулей-то. Ромб. Мы его назовём. Такого ромба нигде не было. У этой был ромб, он ниже, на клеточку. У Скворцовой. Министра этого. Здравозахоронения. А вот у Тарасенко, у него, видите, ромб Тарасенко мы его назовём. Он первый раз встречается. Он под управлением уже непорядочных людей идёт. У него две восьмёрки вот эти. Хотя, вот видите, он, у него четыре девятки. Он крайне грубый человек. И в обществе он ведёт себя неадекватно. Это как у Брежнева. Если там что-то против него, он затопает ногами и упадёт в обморок. Как Брежнев это делал. Две шестёрки, ему физический труд. Тоже бендюжник. Физический труд надо было. И вот две тройки у него есть аналитический ум. Хотя вот логики нету. Здоровья нету. Энергетики нету. Везения нету. Но вот он, видите, очень такой отзывчивый человек. Он любит всем услужить. Но по какому-то малейшему поводу может возникнуть. Хотя вот, допустим, уму по морде дашь он стерпит. А так что-нибудь внешне такой маленький признак. Не понравится ему что-то в тебе. Галстук не понравится. И он тебе сожрёт. Вот это такой кот. С семьёй, значит, тоже пассив. Привычек много. А какие привычки? Он любит накрывать на стол, приглашать гостей. И там мелькать, светиться. Показывает свою эрудицию. Где-то что-то вычитает. И там начнёт показывать своё, как будто он лучше профессора всё знает. Ну, с целями у него всё в порядке. С семьёй так пассивно, я говорю. И Батильда ему не нужна. Ему нужно вот красоваться в обществе. Вот. Самооценка у него, кстати говоря, нормальная. И он себя не превозносит. И талантов у него много. Шестёрка, талант. Что там говорите? Ну, это за счёт вот этой грубости. У него, значит, этот определитель минусовый. Тоже деструктор он. Вот на Дальний Восточный. Он китайцам всё накроет столы, и всё будет там нормально. Спокойный человек он. Голубой водяной кот. Поверхностный, спокойный человек. Его любимый, значит, способ накрывать на стол. Вот ему хорошо там это на малине там обслуживать. Это столы накрывать на малинах, на этих корпоративах. Вот. Любит болтать, блистать, пылить, пускать пыль в глаза. И вот, допустим, случись ему в КПЗ попасть, он там сразу умрёт. Потому что, если ему поесть не дать 3 раза в день, хотя бы 4 раза в день, то он сразу, через несколько дней, его уже можно будет выносить. Он не перенесёт голода и войны. Вот китайцы туда попрут, он сразу впервые пойдёт. Надеяться на него нельзя. Вот такие коты, плюс ромпы вот этого Тарасенко. Ну, ладно, вот, может быть, он будет там. И следующая Ивановская область, тоже важная область, Ивановский, город Ткачей и область. Воскресенский тут назначен был. А это уже молодой паренёк, 76-го года рождения. Посмотрим его особенности. Вот особенности Воскресенского, 76-го сентября. Видите, талантовые люди в сентябре, таланты должны рожаться. Да, так и есть. Вот у него аналитический ум. И везуха в картах-то, везуха хорошая у него. И тоже, видите, у него вот эти вот девяток, да, полно. Тоже грубый человечек. Логики нету и тоже чувство долга у него ноль. А, да, девяток, вот четыре девятки. Дельта минус четыре. Хотя вот сумма высокая, как у президентов. Энергетика есть, и есть всё. Вот эгоист, вот это да. Вот и этот эгоист. И много эгоистов. Я просто не обращал на это внимания. Думал, вы заметите, до этого мы смотрели много эгоистов. Вот такой вот человек. Здесь что ещё, какие особенности, кроме везения? Семьей, пассив, много целей. И он не революционер, у него привычек тоже. Да полна привычек. И мизантропы, это, конечно, они все мизантропы. Шестёрка, ему требуется физическая зарядка. Не всё золото дракон он. Родился в год красного огневого дракона. Не всё золото, что блестит. У него девиз китайский. Ну, что у него там со здоровьем? Ну, желудок. Там, если его немножко чем-то не то дать ему на закуску, то он может изогнуться. Вот, у него желудок плохой. Дальше. Кто вот тут? Нижегородская область. Вот сейчас интересно. Нижегородская и Новгородская. Нижегородская, Никитин. И Новгородская, тоже Никитин. И главное, что... А, ну да, один Глеб Сергеевич, другой Александр Сергеевич. Ну, оба Сергеевича. Но, что интересно, не родственники совсем. А может быть, и где-то и... Да, от многожонца отца. Так, тоже Никитин. АС и Глеб С. Значит, Глеб на Нижегородской области посажен. Посажен тоже в сентябре. 26 сентября 2017 года. Совсем недавно. Это Нижегородская тоже область серьезная, да? У нас. Вот она здесь что нам дается. Никитин, ГАЭС. 77 года рождения. 24-8. И вот у него матрица, смотрите. Видите, 2-8 знаменитые. Тоже любит услужить, но под управлением непорядочных людей. Крыша у него непорядочная. И дельта минус единица приведенная у него. Он небольшой деструктор. Зато сумма высокая у него 14, как у президента. Аналитический тоже ум есть. А почему-то без логики берут людей. И связи с Землей нет. Но зато у него, видите, опять 3 семерки. Это ангел на короткое время. То есть он запущен для деструкции там положения. Напустить туда туману в эту область. Ничего хорошего там от него ждать не приходится. Здоровье только у него хорошее. И он договориться с ним хорошо можно. Семейные там цели, все это у него все в порядке. И он не мизантроп. То есть у него нету ненависти к людям. Ну вот такой вот ангел. И под управлением непорядочных людей. Красный огняный змей. Он рожден. Что у него там грозит? У него проблемы с головой грозят. Это склероз в связи. Ну это в старости. Он еще молодой. Может там его доведут до этого. В Нижегородской области. А если туман у него не густой получится. Дальше вот Никитина С. Тоже Никитина С. Но это на 2 года моложе даже этого греба. Он 79-го года. И тоже высокая сумма. Но деструктор он тоже. Минус 2. Деструктивные люди приходят. Вот смотрите. 26-го, 11-го, 79-го рожден. Губернатор Нижегородской области. Тоже переговорный такой человек, стрелочник. Но здесь уже мы видим R-комплекс. Вот он, R-комплекс. Две двойки. Ноль. И вот эта семерка. Это мизантропия. По этой сумме членов по вот этой диагонали. Сумма цифр по этой диагонали. По главной матрице. Вот эта мизантропия. Это полностью R-комплекс. То есть рептилоид, товарищ. Вот. Что у него? Нет чувства долга. И он опять же желтый земляной козел. То есть родился он в год желтой земляной козы. 79-й год был. А он не годен на первой роли. То есть он как визирин, помощником, тому это он может. То есть хорошо может справиться, прекрасно. Но на первой роли он не годится. Вот таким образом. То есть у него тем более еще порядочный, если этот R-комплекс, ну муть там одна будет. Новосибирская область. Там тоже был человек неважный. Ну думали, что, я-то думал, что там этот, там был Городецкий, по-моему, какой-то Городецкий. Ну, проходимец там. Его ненавидели. Вся область его ненавидела. Не знаю, не могли никак они его там. Не знаю, народ какой-то нерешительный. Раньше сразу бы его там это положили. Ну вот у нас народ-то весь воспитание еще коммунистическое осталось. Не убей, не укради. И поэтому не убивают еще этих губернаторов негодных, негодеев. Вот сменили на кого? Смотрите. На Травникова. Ага. Но он тоже в Рио. Он исполняющий обязанности губернатора. Сам он с 71-го года рождения. С 1-го февраля. Вот у него 6 единиц. Вот чрезвычайно жестокий человек. Вот он бы мог этого Городецкого замочить запросто. И ни одного, а может миллион Городецких замочить. С таким характером. И все ему будет, все пофигу. У него Р-комплекс 2, 2, 0 и вот 8. А кроме этого комплекса, у него еще вот этот комплекс, нулевка. А его мы видели раньше у Хвостова, младшего, министра МВД, вот при этой всей заварухе, когда революции у нас случались. Он был министром МВД, Хвостов. Лекцией была силовики государства опора. Там, смотрите, там есть это, Хвостовские вот это, нулевки, перпендикулярные. Ну, мы видели, что такие же нулевки, но немножко были отлично у нашей дорогой Натальи Поклонской. У нее буквы Г было. Вот вместо семерки 0, а восьмерка была. То есть у нее вот эти нулевки, а так буквой Г было. Это Поклонская. Мы тоже рассматривали недавно. Матильду нашу эту. Вот. Это у нас Новосибирский. Ну, что тут будет? Что тут хорошего-то? У него, кстати, дельта равно нулю. Он хранитель. Те традиции, которые были заложены городецким, он будет. Добрая старина, это белая металлическая свинья, год белой металлической свиньи. Эта добрая старина будет хранить. Иеркомплекс. Ну, он человек универсал. Он может и везде, и в политике, там, и везде. Любой, за любое дело, хоть эти горшки обжигать, он все может. Ну, он, да, вот, комплекс Хвостова-младшего я написал. И должен заниматься он спортом. Вот этот спорт, он был бы у него прекрасно. Шло бы. Зав по спорту где-нибудь, там, при обкоме комсомола. И вот Омская область, тоже важная область Омская-то. Назначили нового человека, Буркову. Ну, кстати говоря, у него Дельта-плюс уже. Это редкий человек, у кого Дельта-плюс вылезет. И видите-ка, сразу матрица какая хорошая. У него харизматический, он, три двойки. Даже с ним сидеть приятно. Даже посидишь рядом с ним, чай попьешь, и вроде выздоровел, исцелился. Он может исцелять. У него нету нулевок вообще, видите, в определителе в этом нету. Матрицы нету нулевок. Всё понемножечку, но распределено, все цифрынки на месте. Кроме единственного, вот это, видите, они все эгоисты. Ну, хоть не мизантропы, то слава Богу. И, ну, здесь он, ну, жена, вот он, нужна ему жена, и всё. Самооценка, конечно, у него, он может в зеркало смотреться. Вот. А всё остальное всё в порядке у него. Вот это вот единственный человек здесь. Ну, с другой стороны, вот один недостаток. Видите, вроде бы всё в порядке. Ну, кадр идеальный. Ну, он рождён в год вот этого вот козла. Он характеризует каприз. Красный и огненный козёл. Был 67-й год. Вот. И этот год, он негоден на первой роли. Ну, у него, что нервная система, опорно-двигательный аппарат. Там под угрозой будет. Ну, со временем. Сейчас у него уже... Хотя у него всё это 40-50 с лишним лет уже. Так что вот такие вопросы ему грозят. Там медицина должна работать над ним. Орловская область. Вот. Как раньше говорили, орёл и кромы первые воры. Вот кто там будет. Клочков. С 79-го года тоже молодой. И тоже не деструктор, он конструктор. Этот вот Клочков. Губернатор Орловской области. Назначен в октябре недавно. 5-го октября. Вот. И вот, пожалуйста, у него сумма 12 дельта плюс 2. Ну, вот есть небольшой у него R-связка вот эта рептилоидная. 2,0. Но мизантропии нет. Это максимальная духовность, как у Папы Римского. Талант тоже сравнительно большой. Но по деньгам вот он их не может зарабатывать. Шестое. Шестёрка – это самооценка чуть завышенная. И пятёрка вот у него он любит это искусство. Матильта вот этих, смотрите, это заниматься с ними. Тем более по семье у него пассив. Вот если его захомутает, он на себе женёт. А сам он это ничего не проявит, инициатива. Цели нормальные, привычек только много. Вот семь привычек. Ну, и кто он этот год, 79-й? Это тоже козёл. Жёлтый земляной козёл. Год такой. И этот год тоже на первую роль не годится. Но у него вот тоже склероз, проблема с головой. И он член президиума ЦК КПРФ. Видите? То есть и в КПРФ тоже, которая политика, она не, совершенно не, научного подхода нет к этому вопросу. Совершенно никакого, даже околонаучного. Вот как я занимаюсь околонаучной феноменологией. Это как закон гравитации, он же тоже ненаучный. Вот закон Ньютона, ненаучный, он ниоткуда не выведен. Он просто установлен, всё договорились и приняли его. Также вот это феноменология Пифагора. Но они работают, закон Ньютона, феноменология работают. Хотя бы этим пользовались. Смотрели бы наши лекции-то. Вот дальше что. Губернатор Псковской области. Псков это тоже там. На Западе ответственные. Назначили Ведерникова. Ну тоже вот. А этот человек уже вот важный. На Западе он уже с аркомплексом. Этот Ведерников. Молодой тоже. Он с 75-го года сравнительно молодой. И вот тоже эгоист. Видите, много как эгоистов. И тоже аркомплекс. 2-0 и шестёрка. Но зато везение у него в картёжное, как у Путина. В карты везёт, как Путину. И плюс он порядочный. В отличие от других. Две девятки он не любит учиться, потому что легко всё даётся. И две тройки аналитический ум. И две пятёрки у него прекрасно. Из него следователь будет. Или учёный, или следователь. Ну то есть хорошее всё. И дельта равно нулю. То есть он не деструктор. Единственное, что по Матильдам у него отклонение. А так вот, в принципе, все данные, все у него хорошие. Для этой должности, по крайней мере. Он как вот хранитель такой будет там этих традиций. Каких-то традиций, которые ему спустят сверху. Потому что он зелёный деревянный кот. Спокойный человек. Видите, он там спокойно будет вести свою политику. Можно сказать, что в целом неплохой кадр вот сюда поставлен на Псковской области. Хотя вот и R-комплекс присутствует. Но он, конечно, интересы будет вот этих рептилоидов своих отставить. Он простые людьми-то не будет заниматься. Такие уже у них установки. Ну раз если прибор встроен уже в голову, в головной мозг. Это как-то Айк доказал-то. Дэвид Айк показывает это. То это вот этот прибор ими управляет. Как чип там встроен уже при рождении. Вот туда встраивается этот чип. Рязанская область. Ну вот тоже вроде области важные. Но назначили вот этого рептилоида. Это рептилоид уже такой. Не очень хороший рептилоид-то. Видите? Он хоть и фамилию не Любимов. Но эти Любимовы они и в театре дерьмо. И тут дерьмо они. Вот смотрите. Там и в театре какой-то был дерьмо любим. И тут тоже. Вот он мизантроп. Видите? То есть десятка. Это предельное уже человека-ненавистничество. И плюс еще крайне жестокий. И слабохарактерный, но очень жестокий человечек. Семь единиц. И две двойки. Вот у нулевка у него здоровье. Пятерка. Логика есть у них. У рептилоидов всегда логика присутствует. Но нету чего. Порядочности, здоровья и связи с Землей. Вот этот треугольник он часто встречается. Через пятерку. Часто встречается. А все остальное только матрица у него. Вот кроме целей. Целей у них много. И минус 8 это деструктивная работа. В этой Рязанской области будет. А какой год он родил? Ну, добрая старина. Да, он вот эту добрую либеральную старину и будет, наверное, там поддерживать. Чем он характеризуется? Китайцы его вот такую матрицу. Они поясняют. Вот как эту металлическую белую свинью. Что фанатик. Маньяк. Крайне жесток. Ну, спортсмен тоже вот он спортом должен заниматься. Чтобы здоровье свое поддержать. Ну, и вот такой вот знаменитый внучек. Дедушка у него, значит, был. Это на Самарской области поставили человека, внучка. А у дедушки, у которого поставлен ему памятник там. Он в городе, в Самаре, был завхозом этого города. В свое время, еще до революции. Там ему памятник стоит, этому Азарову, дедушке этого Дмитрия Ивановича Азарова-то. Вот он, Азаров. Это на Самарскую область поставлен. Сам он с 70-го года рождения. Что ему тут? Да, 47 лет стукнуло. А с 9-го восьмого. Вот его матрица. Тоже эгоист. Опять эти единицы. А этот какой? Этот? Нет, это мы рассматриваем. Жестухий человек. А здесь вот нет, это уже этот. Как вампир. Ну, хотя вот одна четверка есть у него, но логики нету. Вампир. Энергетический вампир. И тоже ангел он на короткое время там поставлен. Хотя порядочный ангел такой. Две девятки. Способности есть. Талант есть. Шестерка есть. Все есть. Все так у него есть. И все очень хорошее. Кроме вот этого, то, что нету энергетики, нету логики. И минус один у него определитель. То есть маленький такой деструкторчик он. И сумма невысокая у него 11 сумма. Но он характеризует справедливость. Он рожден в год белой металлической собаки. Ну, ему надо тепло. Он любит тепло. У печки сидеть и выполнять ту функцию, которую ему 3 семерки приписывают. С тем делом, ну, он подписался там свыше, что я вот пойду и сделаю и это. То есть у него задание определенное сделать и дальше ему надо уходить. Если же он будет не уходить, а там лечиться и так далее, у него много заболеваний просто будет. Он будет постоянно болеть. Вот такой ангел у нас Азаров. Это на Самарской области. Ну, еще у нас два осталось. Вот пока на это число, вот, как их сменили, а больше пока не меняли вот в этом, в октябре. Жвачкин. Это Томская область. В Томской области там сидел вообще-то тоже хмырь такой, что, значит, это... Там же область такая, она крайне тоже важная. Крепс, по-моему, фанатик был, мизантроп. Крайне жестокий человек был. Ну, в общем, он 20 лет этот сидел, мерзавец. И он там эту область буквально превратил в кучу дерьма. Он просто ее разорил эту область за 20 лет. С 91-го года он там сидел, этот Крепс. И 20 лет он грабил все. И его просто вынуждали бы заменить, потому что он просто старый стал. Он через 40 какого-то года рождения, ему уже за 70 лет. А так он, видимо, устраивал, потому что он туда, в Москву, все возил, наверное, возил. Эти все передачи большие там, ваза возил, взяток. Поэтому он так много сидел, этот Крепс. Вот сейчас вместо него кого поставили? Ну, не деструктора поставили. Если тот был деструктор, то этот конструктора поставили. И хитрого человека. Хотя, вот, пожалуйста, важную область. Опять рептилуид сидит. Поставлен. Видите, три двойки, нулевка, шестерка. Ну, такой лояльный, поговорить с ним можно договориться. И опять, видите, треугольник через пятерки, вот этот вот. Очень часто встречается вот таких руководителей. Что тут? Ну, с семьей, конечно, в связи с этим напряженка. Тем более, тут вот у нас Матильда нужна. Большие требования к себе, к семье. Много целей и много привычек. Логика у него наследователя. Очень хорошая логика. Видит вперед-назад. Будущее может предсказать. Даже иногда может читать мысли людей. Плюс два. Ну, может быть, вот это то, что он пытается что-то там восстановить. То, что предыдущий 20 лет там уродовал эту область. Вот такие люди пришли. То есть, общий вывод-то какой? Что в основном-то ставят скрытых эгоистов. Сколько здесь вот скрытых эгоистов? Очень много. Раз, два, три. Сколько? Ещё четыре. Тут вот у нас ещё. Да, Бурков. Потом Клочков. Пять. Ведерников шесть. Азаров семь. Вот семь. А сколько я тут всего-то перечислил? Немного. Но остальные тоже не фонтан-то все кадры-то, правильно? Один только вот, или два вот мы посчитали. Но один всё-таки в год козы рождён, он на второй роли должен быть. Хотя матрица хорошая. Один вот бык, то есть конь, вот этот, который-то был конём-то, он вроде у него всё прекрасно. Ус. Вот мы такой ус посмотрели. Посмотрим за ним, что с ним получится. Красноярский край. Красноярский край. Что он там сделает? Эту кущуку-то разгонит или нет? Он генерал. У него генеральский такой характер. И логика есть, и всё у него в порядке. И плюс два, значит, у него определитель матрицы. То есть он конструктор. А с остальными назначениями я бы лично не подписал. Два человека бы, может быть, подписал. А второго, то есть одного из них, третьего на замы назначил. Которые козлы, там их на замы назначить. Вот такие дела. Я-то думал, что слышу эти газеты, читаю радио, смотрю и всё время передают. Вот назначили такого-то, того сняли. Это ведётся подготовка к выборам. Что мы к выборам? Вот новые кадры. Идём на встречу людям, что приходят новые люди. Сейчас они там всё. И чтобы народ проголосовал за перемены. Народ требует перемен, перетребует. И вот в ответ на эти перемены мы вот обновляем эти ротации этих кадров. Назначили ротацию кадров. Тогда вроде как успокаиваются. А, у нас новый пришёл. О, это всё. Ну, а там что не получится, он может писать, что он новый. Жёныш и не разобрался в обстановке. Ну, за это, конечно, что там осталось до выборов какие-то полгода. Он может и не разобраться за эти полгода. Ну, многие назначены временно из них. То есть в РИО. Ну, потом их переводят на постоянку. Один или двое уже переведены на постоянку. Вот таким образом. То есть сдвигов кадров в политике нету. Продолжается всё та же всё упорно. Упорная схема. Поставка тех людей, которые управляемые хорошо. То есть, которые самостоятельную политику провести не смогут. А нуждаются в диктовке сверху. Нуждаются в... И плюс к тому, вот это вот назначили Васильева. Ну, что он там в этом в Дагестане даст? Вот мы сейчас посмотрим. Это будет пример. И мы через некоторое время, если Бог даст, мы вернёмся к этому вопросу, если Бог даст. В марте месяце, может, в феврале, в конце февраля как раз. Если они ещё останутся, эти губернаторы, мы посмотрим их траекторию движения. Что они за это время сделали? Какую пользу принесли государству? И людям, которые там живут, в этих районах, сейчас из Дагестана, что там безработица? Безработица, да. Поэтому преступность, это ясно. А безработица сейчас везде безработица, да? И везде преступность. Ну, если, вот, Калифорния горит, ну, и горяй на синем пламени. Ну, она уже перекинулась уже сюда, уже торговый центр горят. Почему они горят? Потому что народ недоволен. Чем он недоволен? Нету работы. А у кого есть зарплаты низкие, там меньше 15 тысяч, больше 15 тысяч редко кто получает. Среднюю зарплату берут, допустим, этого, как он, нефтяника этого главного, и плюс последний, с тетей майной уборщицей, средняя это получается, у тети майной уборщицы средняя зарплата, это 10 миллионов в день. Получается, средняя, если взять эту уборщицу, и этого олигарха, между нами пенсионерами-то, и их олигарху, и получается, что средняя зарплата 50 тысяч. Ну, там подметными цифрами доказывают, что наши люди будут счастливы, даже если у них будет зарплата на человека 50 тысяч в месяц. Это у них уже будет счастье. Ну, это говорится о том, кто семейный там и так далее. Ну, вот, видите, то есть наш народ, он неприхотливый даже, и везде на местах. Если средняя зарплата поставлена там по стране, допустим, 30 тысяч, то если она была бы не средняя, а именно минимальная, то это, тогда бы люди не поджигали. А то сейчас вот в интернете, как люди смотрят конструкцию ранцевых огнеметов, потому что пора уже браться, как говорится, со всех сторон зажигать это все хозяйство, потому что, ну, что делать-то? Так ведь и будет и тут, как в Калифорнии. И коктейли Молотова. Ну, коктейли Молотова, как говорится, бросил и все, а ранцевый огнемет, он уже долгоиграющий. Их сколько на складах-то хранится еще со времен войны этих ранцевых огнеметов-то? Вот той ситуации будет все ослаждаться. Если меры на местах, вот кадровая политика будет такая же, как мы сейчас вот рассматривали, кругом будут козлы стоять, и вот эти вот неизвестно кто, там драконы со змеями, и чем они будут, рептилоиды эти заниматься на местах. Если они так же будут продолжаться, так же будут их все вот эти торговые центры, предприятия, все, будет это автоматически все загораться, и, как в Библии сказано, вся земля и все дела на ней сгорят. Так ведь? Это так Гундяев там говорит, он читает же Библию, и Гундяев нас призывает к поджогам, это уже призывы Гундяева, он призывает, вся земля и все дела на ней сгорят. Ну, народ-то Гундяев кто приходит? Нищие, самые нищие, потому что богатым-то что там делать? Он пришел, там отстегнул этому Гундяеву сколько надо и ушел. А нищие там стоят, они слушают, что надо делать-то, когда такое дело-то. в последние времена наступают. Надо брать тиранцевые огнеметы и сжечь все это хозяйство. Вот мы говорили, там поджоги домов осуществляет, ФСБ тут у нас занимается поджогами домов-то, взрывами домов-то, да, сахарный песок они. Но это для запугивания были народа по специальной поджоге. Но это везде осуществляется по всем странам. Чтобы запугать народ, делаются вот эти теракты, сами власти производят. Мелкие такие пакости. Ну, теперь это обратно же играет. Как говорится, посеял ветер, пождешь бурю. Так же и здесь. Если это там один какой-то подъезд взорвал, то у тебя взорвется целые склады боеприпасов. Что и происходило у нас. Склады огромных боеприпасов рвались неделями. И так же вот и торговые центры горели. Если раньше горели они там какие-то квадратные метры, то сейчас уже тысячи квадратных метров горят. Если на Украине вот недовольный был народ власти, он вышел, начал сжечь покрышки. Ну, небольшой такой вот это. Ну, что там, покрышки в одном месте жгли. Ну, это уже они этого золотого батона свергли все-таки золотого батона. Правда, пришел еще хуже. Товарищи поставили этот самый Патрушенко-то еще хуже. он их послал в одном бой туда на войну послал. По договоренности опять же. Вот такие вот кадры у нас. То есть ничего хорошего не предвидится. Здесь ни Сталина не видно, ни Ленина в этих кадрах. И ни одного, ни Кирова Сергея Мироновича, никого нету из наших успешных. И даже Фельдх Эдмундовича не видать, потому что хоть и у некоторых есть три семерки, но у них других там данных нет. У Эдмундовича у него не было мизантропии. Вот такие дела. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Таким образом мы определяем еще раз славу нашему Пифагору, который нам позволяет разобраться в сложных вопросах. А в тех вопросах, которые Сталин задавал еще. Сталин Юсиленович он задал и дал ответ вопросу что надо делать-то? Что решающим является в данный момент, в данном этапе? И он ответ дал на этот вопрос. Решающим являются кадры, которые решают все. И вот у нас такой есть плейлист кадры решают все. Мы его изучаем, читаем, учимся у Пифагора. А я буду стараться добросовестно доносить вот эти знания до вашего сведения. Будьте здоровы, всего доброго!